Искусственный вброс. Видео с диспетчерами из Шереметьево размещали украинские блогеры и сторонники Навального. Автор Дмитрий Крылов, специально для РТ, статья за 7 мая 2019 года. Видео, на котором якобы диспетчеры аэропорта Шереметьево смеются, глядя на горячий самолет, вбрасывалось в соцмедиа украинскими блогерами, оппозиционными иностранными СМИ и лидерами общественных мнений. Об этом говорят результаты исследования, проведенного по просьбе РТ компании Крибрум. По словам аналитиков, к активному тиражированию фейкового ролика причастны сторонники Петра Порошенко, Алексея Навального, издания «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Дуич Вэлли». В Шереметьево причастность сотрудников к видео опровергли по результатам внутреннего расследования. А я вам сразу говорила. В воскресенье 5 мая самолет SSG-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В результате возгорания борта, последовавшего за неудачным приземлением, погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся в самолете. Вскоре после инцидента в соцсетях появилось видео, на котором якобы диспетчеры аэропорта следят за посадкой самолета на мониторах и со смехом комментируют возгорание борта. Один из сидящих спиной к камере мужчин говорит, усмехаясь, нормально, он сел с огоньком. Другой угол обзора. В Шереметьеве начали проверку видеозаписи с сотрудниками аэропорта и уже через несколько часов выпустили заявление. По данному факту службой безопасности Шереметьево было проведено оперативное служебное расследование. Сотрудники группы компании МАШ и авиакомпании Аэрофлот в данном инциденте никаким образом не фигурировали. Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были строжайшим образом наказаны, говорится в сообщении аэропорта. Как рассказали РТФ в Федеральном профсоюзе авиационных диспетчеров России, люди на видео точно не могли быть диспетчерами. Диспетчеры сидят на вышке, пояснил президент в ПАД России Сергей Ковалев. Ведя наблюдение за тем, что происходит на взлетной полосе, диспетчеры получают скамер, которые расположены на той же высоте, что и их вышка. Там совсем другой угол обзора, не такой, как на мониторе в этом видеоролике. Свадебный блогер, украинцы и каналы Навального. По просьбе РТФ компания Крибрум провела исследование и выяснила, кто и как тиражировал новости с фейковым видео. Аналитики установили, что впервые видео могло быть опубликовано в сториз в инстаграм-аккаунте свадебного стилиста Юлии Ивановой. Позднее сообщение Ивановой было закрыто для просмотра. В ленте аккаунта появилась аналогичная публикация с комментариями о происхождении видеоролика. Автор аккаунта пояснила, что прилетело это видео из Санкт-Петербурга от человека, не имеющего отношения к авиации. Ему прислали ролик сотрудники Пулкова. Последним, в свою очередь, его отправили сотрудники Шарика, которые, я так поняла, и снимали, а их коллеги комментировали увиденное на экранах. Объясняет автор публикации, отмечая, что не знает, кто именно снимал видео. Примечательно, что в разговоре с РТ еще до публикации сообщения в ленте Иванова говорила, что взяла видео в одном из каналов в Телеграм. В ходе анализа распространения сообщений с видеозаписями реакции диспетчеров аэропорта Шереметьево на возгорание самолета и реакции сотрудников аэропорта Шереметьево на возгорание самолета, эксперты обнаружили более 6000 публикаций, касающихся видео, и 650 сообщений с прикрепленной видеозаписью. Общий охват публикаций составил 7,5 миллионов просмотров. Превалирующее число сообщений было опубликовано в микроблогах – 56%. На долю соцсетей пришелся 41% упоминаний. В интернет-СМИ было размещено около 3% сообщений. Как поясняют аналитики, видеозапись планомерно и искусственно вбрасывалась в интернет через аккаунты оппозиционно настроенных по отношению к России, украинских и российских блогеров, СМИ, а также лидеров общественного мнения. В ходе исследования была выявлена тенденция равномерного вбрасывания новости в информационное пространство с целью ее актуализации и манипуляции общественным мнением. Основными каналами распространения сообщений с видеозаписью стали аккаунты Сергей Наумович и Вашингтонский обком в Твиттер, говорят в Крибру. Трансляторами сообщения являются в основном украинские блогеры из числа сторонников президента Украины Порошенко, негативно настроенные по отношению к политическому руководству России и к русским как к национальности. На сообщения в Вашингтон ссылается большая часть аккаунтов в сети микроблогов Твиттер русскоязычного сегмента интернета. Эти сообщения на различных площадках распространяли и актуализировали аккаунты из медиасетки сторонников Алексея Навального. Кроме того, к освещению и популяризации материала наиболее активно подключались оппозиционные интернет-ресурсы, медиа-агентства и лидеры общественного мнения «Радио Свобода», «Голос Америки», «Дойч Вэлли», аккаунты блогеров Рустема Адагамова, Андрея Мальгина и других. Источник Facebook Примечательно, что вброса в аналитики не обнаружили. Например, в Facebook для публикации постов с фейковым видео очевиден естественный ситуативный характер распространения. Это, как поясняют эксперты, объясняется спецификой украинских аккаунтов и пользователей, не входящих в информационные сетки российских СМИ и лидеров общественного мнения. Основными трансляторами сообщений с критикой сотрудников АО «Международный аэропорт Шереметьево» оказались, по словам экспертов украинские медиа, группа политически ангажированных аккаунтов из окружения Навального, оппозиционные интернет-ресурсы, медиа-агентства и лидеры общественного мнения. Необходимый контекст комментариев видеоролика через рейтинговые информационные ресурсы вбрасывался в информационное пространство для манипуляции общественным мнением на фоне интереса аудитории к теме авиакатастрофы, говорят эксперты. Радио «Свободы» СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года. Дмитрий Крылов Искусственный вброс Видео с диспетчерами из Шереметьево размещали украинские блогеры и сторонники Навального.